Должна быть концепция, должны быть локомотивы промышленного роста, экономического роста. Либо это IT-технологии, IT-промышленность, либо это аграрно-промышленный комплекс, либо вот здесь пока я не вижу прорыва. Должны быть 2-3-4 приоритета. Должны быть национальные чемпионы. Украина имеет одно из своих конкурентных преимуществ. Это высококвалифицированные обученные кадры, особенно в сфере IT, потому что это сейчас востребовано во всем мире. Границ с развитием интернета, в общем-то, не существует. То есть на сегодняшний день, если сказать так, 10 лет назад отсюда высасывали мозги, перевозили их в США или в Европу, сейчас даже нет такой необходимости, потому что это на самом деле дорого. Должны быть действительно процесс поступовой, но не ухильной трансформации нынешней экономической системы, нынешней модели в новую экономическую модель. Я бы и назвал модель народной социальной экономики. Это приблизительно модель, которая была в Европе, особенно в Немеччине, после Второй святой войны. Модель, которую создавал Люди Херхарт, как канцлер Немеччины. Модель, которая была разработана немецкими науковцами. И если мы, у нас задекларована эта модель Конституции, но де-юре, но де-факто мы имеем модель, которая далеко отрезняется от модели немецких и других скандинавских стран Европы. Как мы можем говорить о перезапуске экономики, если у нас, ну как бы мы не относились хорошо или плохо к Российской Федерации, но у нас экономика была экспортоориентированная и в то же время импортозависимая, потому что и та, и та оппозиция составляла больше 40% ВВП. И среди наших основных торговых партнеров была Российская Федерация. У нас этого рынка больше нет, ни в ту, ни в другую сторону. Но мы не получили эквивалентную замену. По официальным данным за прошлый год у нас ведь на 32% упал украинский экспорт, а, соответственно, пропорционально сократились и поступления валюты в страну. Нехватка валюты все равно ведет к тому, что у нас курс гривны падает, и, соответственно, темпы инфляции растут еще и по этой причине, которое связано не только с политикой Национального банка. Стагнация экономики и инфляция. То есть инфляция, она, так бы мы говорим, умовно компенсирует падение физического обсяга. На самом деле у нас падение экономики, а инфляция, значит, показывает, что она развивается. У нас очень высокая девальвация была раньше, и в следующем году будет великим еще. Проблема какая? Сначала девальвация, а потом через, так сказать, несколько лет, как бы догоняет. Вот у нас была девальвация 300%, теперь будет инфляция 300%, но и не за год, за несколько лет. Инфляция в нынешнем состоянии экономики, при нынешнем состоянии экономики, необходима. Деньги в экономику нужны, их надо вливать. Да, не обеспеченные деньги, да, к сожалению, это так. Но эти деньги дадут за собой толчок для торговли, а торговля всегда влечет за собой развитие производства. Правление Национального банка вирішило за можливе відновить помягчение монетарной политики. У разу подальшего знижения рисков для ціновой стабильности, Национальный банк продолжить послабление монетарной политики. В том числе, после поновления спорта с Международным валютным фондом. Это исключительно заслуга Национального банка. Потому что, если бы не было столько ошибок, действительно, у нас бы не было такой высокой диволюбации в 2014-2015 году. Скажите, пожалуйста, как можно было так непрофессионально в 2014 году поступить с банками и вызвать шок у украинцев, вызвать отток депозитов, а дальше уже пошла цепная реакция? Разве руководители Национального банка не понимали, к чему это приведет? Який, взагалі, зробить платежний баланс глибоко позитивным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова